Друзья мои, всем привет-привет! С вами Маруся и мы продолжаем озвучку фанфика «Прости меня, Тэхён» от автора Риджи Фокс. На очереди у нас глава 17. Ссылка на фанфик находится в описании под видео. Также под видео находится много разных интересных ссылок, о которых мы поговорим в конце этой главы. Ну а пока я предлагаю вам подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить продолжение. Ну а мы поехали. То, что идея повезти Тэхёна в клуб оказалась провальной, Гук понял не сразу. В самом начале вечера ему казалось, что Тэ удалось расслабить, скинуть напряжение. В черных, обтягивающих, как вторая кожа в штанах и свободной футболке, он привлекал к себе множество взглядов. Голодных, халчущих, жадных, и Чонгук то и дело испытывал непривычное для себя чувство ревности. Словно все окружающие разом вдруг рассмотрели, насколько Тэ прекрасен. И даже несмотря на то, что Чон был уверен в Тэхёне, неприятное чувство все равно копошилось внутри. С другой стороны, он был горд, хотелось всем сказать что-то вроде «Смотрите, какой офигенный парень!» «И он мой!» Да, глупо, да, по-детски, но эти два чувства, вмешаясь между собой, превращались в такую ядерную смесь, что настроение Чонгука этим вечером скакало от отметки «очень хорошие» до отметки «зол, как черт» за считанные секунды. А когда они спустились вниз, где громче звучала музыка и окунулись в людское море, Тэ сразу замкнулся. Не то чтобы он до этого был слишком уж раскрепощенным, нет, просто расслабленным, но в этот момент невооруженным взглядом стало видно, что ему некомфортно. И Чонгук, рассудив, что такой отдых пользы не принесет, уже готов был уйти оттуда и увезти Тэ, как тот попросил показать ему. Сказал, что хочет узнать его Гука лучше, понять. Это привело в такой восторг, что Чонгук тут же кинулся целовать своего парня. Тот выглядел таким красивым, таким сексуальным, что удержаться не было никакой возможности. В какой момент все полетело к чертовой матери, Чонгук так и не понял. На поползновение какой-то девчонки на танцполе Гук даже внимания бы не обратил, если бы не реакция Тэхёна и то, как тот отшил красотку. Он испытал настолько дикий восторг от такой реакции, что стоял и улыбался, как полный идиот. Нет, за него дрались и раньше, но всегда девчонки. Это, конечно, грело самолюбие, однако Чонгук никогда бы не мог подумать, что однажды Тэхён сделает так же. Кто бы знал, что всегда сдержанный, стойкий Тэхён способен так яростно защищать свое, так неприкрыто выражать свои чувства. Все-таки в школе он до сих пор морозился и оставался зажатым, замкнутым. Чуть ли не отстраненным, а тут такая неприкрытая ярость, которая будто показывала, что он, Чонгук, принадлежит только Тэхёну. И Чонгуку нисколько не хотелось спорить с этим. Потом они танцевали, пили, чуть позже к ним присоединились Лина, которую Гук знал через Намджуна и вроде бы вечер обещал стать отпадным, лучше, чем обычно, ведь с ним был Тэхён. Но тут все пошло под откос. Появились их одноклассники, и Тэхён напрягся. А уж когда его зажали Юна и Хюрин, вообще стал выглядеть как загнанный олененок. И слегка пьяному Чонгуку это казалось настолько милым и забавным, что он решил не влезать. А многообещающий взгляд Тэ заставил его заерзать от накатившего возбуждения. Не стоило и сомневаться, что тот отомстит ему. Потом, наедине. Но все веселье исчезло, стоило ему увидеть, как девчонки смеются над Тэхёном, а следом и целуют его. Нет, понятно было, что они просто дурачатся, но Чонгук уже был на веселе, поэтому вел себя по-дурацки. И зачем нужно было кидать ту фразочку про сокровище? Обошлись бы они без этого знания. Он не замечал, как сам все только больше портил. Стоило бы включить мозги раньше, ведь он же чувствовал, что Тэхён напряжен. Но ему было так хорошо, что он не придал этому значения. Алкоголь приятно туманил разум, тело было расслабленным, звучала классная музыка. Джун вовсю общался с Линой, обсуждая какой-то проект. И самое главное, рядом был Тэхён. А что еще нужно? Он слишком много выпил. Виски притормозил его реакцию, и он даже не думал ничего плохого, когда Ён Ли с серьезным лицом попросил о разговоре. Ну, мало ли. Идиот. Когда они остановились в коридоре, ведущем в бар, тот толкнул его к стене и прижался всем телом. Он так и знал, что этот мальчик тебя смущает. Мурлыкнул он на ухо, пока Чонгук тупо хлопал глазами и со скрипом шевелил извилинами. Мозг все никак не догонял. Зачем он тут? Что? Так ты не хочешь поговорить? Тупенько поинтересовался Чонгук. Парень рассмеялся, запрокидывая голову, и наклонился к самому лицу Чона. Ты забавный, когда выпьешь. Нет, я не хочу разговаривать. Хочу, чтобы ты меня... Шепнул он ему на ухо и погладил ширинку. Чонгук тормозил пару секунд, а потом оттолкнул Ён Ли и, все ускоряясь, побежал обратно. До его затуманенного алкоголя мозг запоздало дошло, как его уход смотрелся со стороны, особенно после открытого предложения заняться сексом. Он несся обратно со всех ног, надеясь лишь, что Тихен достаточно доверяет ему, чтобы не уйти, но где-то был глубоко внутри, Чонгук знал, что опоздал. Где Тихен? Хан, уже накидавшийся какой-то дури, на что указывали чрезмерно расширившиеся зрачки, которые были заметны даже в полумраке клуба и слишком плавные движения, преувеличенно удивленно распахнул глаза и округлил рот. Я что, подписался за ним следить и не заметил? Но, увидев злое выражение на лице Чонгука, вяло махнул рукой. Ушел куда-то. Куда? Рявкнул Чонгук, вдергивая приятеля на ноги. Отвали! Попытался вырваться тот, но Чон держал его крепко. Адреналин подстегивал, и алкогольный дурман стремительно рассеивался. Ему было страшно. Он накосячил капитально. Ошибкой было вообще везти сюда Тихена, еще большей глупостью оставаться здесь, когда подвалили его обдолбанные друзья. А уж его-то пизнул, когда он пошел разговаривать с Юнь Ли. Вообще ничем нельзя было объяснить. Он идиот. Чон, да отцепись! Твое сокровище свалило, как только я предложил потрах... Зубы клацнули, и хан чуть не прикусил себе язык, возмущенно глядя на Чонгука. Что ты ему предложил? Четко и внятно спросил Чонгук, на полном серьезе прикидывая, что первым сломать этому уроду, и снова встряхнул его. Хан поднял глаза и, видимо, осознал, что зря такое ляпнуло. Он испугался. Чонгук пришел в бешенство. Вся озлобленность и алкогольная дымка с него слетели, как не бывало. Страх потерять Тэп отстегивал действовать. И если бы не необходимость найти его, он бы не оставил от бывшего друга и мокрого места. Да какого хрена, хан? Ты не слышал, как я сказал, что это мой парень? Не став даже слушать попытки отправдаться, он толкнул урода обратно на диванчик, схватил телефон и побежал к выходу. По пути Чонгук отчаянным взглядом шарил по лицам людей в поисках Тихона, но тот, конечно, уже успел уйти. Выбежав наружу, Чонгук растерянно оглянулся и кинулся вправо, особо не раздумывая. Он бежал, что есть сил, и только надеялся, что Тэхён двинулся в сторону дома, а не решил прогуляться по ночному городу. Наконец, впереди мелькнула знакомая макушка, и Чонгук припустил еще быстрее. «Тэ! Стой! Тэ!» окликнул он, но Тэхён, как-то механически переставляя ноги, продолжал идти вперед. Ухватив за плечо, Чонгук развернул его к себе и поразился абсолютно безэмоциональному лицу, какому-то равнодушному, словно в нем не осталось никаких чувств. «Тэхён!» Громко стараясь достучаться, произнес он, удерживая его двумя руками за плечи. «Ничего не было, клянусь, я свалял дурака, слишком много выпил. Прости меня, Тэхён!» Тэм молчал, равнодушно глядя на него, отчего Чонгук установил и страшно. Ужас нарастал постепенно, приподнимая волоски на загревке и холодя кончики пальцев и затылок, и хотя под руками было тепло Тэхённого тела, ему казалось, что стоит только отпустить, и он больше никогда, никогда не почувствует этого. «Тэхён!» «Да почему ты молчишь?» «А что я должен сказать?» Внезапно во взгляде появилась осмысленность, а следом злость. «Да, прощаю? Все в порядке?» «Это я должен сказать?» С давленным голосом проговорил Тэ и дернулся, встряхивая его руки. «Так вот, все не в порядке, Чунгук. Я знаю, что ты не собирался спать с этим Йон Ли», брезголиво выплюнул Тэ имя парня. «Знаю, но...» «Было бы проще, если бы переспал». Голос сочился злостью и обидой, а в глазах застыла тоска, и это больно било по растерянному после слов Тэхёна Чунгуку. «Тэхён!» неуверенно прошептал он, совершенно не представляя, что сказать. Он думал, что Тэ заподозрил его в измене, держал в голове с десяток вариантов оправдаться, убедить, что у него даже мысли не было, и тот все неправильно понял. Но Тэ сказал, что верит ему, и все равно ушел. «Да что вообще происходит?» «Тогда что тебе за дело?» осторожно спросил Чунгук. Лицо Тэхёна внезапно исказилось, и он оскалился с каким-то непонятным чувством, глядя на него. «Знаешь, я и не предполагал, что предложение тройничка это нормально. Теперь понятно, как ты жил до встречи со мной». Чунгук сглотнул и прикрыл глаза. «Стало стыдно перед Тэхёном, но как еще объяснить, что все это больше не важно, не имеет значения, ведь теперь ему никто не нужен, кроме Тэхёна. Он не знал, но все равно попытался. Тэ нет». Тот непримиримо покачал головой, рассматривая Чунгука так, будто перед ним какой-то неизвестный о науке насекомый. «Хорошо, что все вскрылось сейчас, когда еще не так много времени прошло. Так будет легче». «Да о чем ты?» Дурное предчувствие, будто выморозило все внутри. Чунгук напрягся. «Нам нужно расстаться». Холодные слова Тэ заставили его онеметь, будто он разом превратился в ледяную статую. Тэхён снова покачал головой и опустил лицо. Избегая взгляда, словно и сам не верил, что произнес это. Тэй тяжело сглотнул и совсем тихо произнес. «Твой отец был прав». «Отец?» Отмер Чунгук, но тут до него дошло. «Ты говорил с ним?» Тэхён кивнул. «Когда?» «Вчера», — тихо признался Тэй и отвел глаза. «И когда ты собирался сказать мне об этом?» Внутри, перебивая страх и боль, начинала разгораться злость. «И на отца, и на Тэхёна. Ты вообще собирался мне сказать?» И по взгляду понял, что нет. Тэхён не собирался говорить ему о такой важной вещи. Тэхён вообще никогда не говорит ему о чем-то хоть сколько-нибудь важном. Он так и не удосужился поделиться с ним, почему живет без матери, почему его начали травить, какие прошлые отношения так подорвали его веру в людей. Чунгук выложил перед ним свои чувства, подарил всего себя на блюдечке с золотой каёмочкой, делился своими переживаниями, страхами, да всем. А Тэ даже не удосушился хоть немного приоткрыться. Всё приходилось вытаскивать чуть ли не клещами. «Ну, зашибись!» Обида вскипела внутри с бешеной скоростью и хлынула наружу. «Ты чё творишь?» Повысил он голос, встряхивая Тэ за плечи. «Какого хрена ты утаиваешь от меня такие важные вещи?» Тот факт, что он сам не рассказал ему о встрече с отцом на работе, мелькнул на краю сознания, но Чунгук его отбросил, зарыв под обидой и непониманием. «Вот сейчас и говорю», почти прорычал Тэхён. «Твой отец пришёл, вёл себя как настоящая сволочь, высказал мне всё, что думает про наши отношения, предложил денег и ушёл». «Это хочешь знать о своём родителе, да?» «Денег?» насторожился Чунгук, впиваясь взглядом в лицо парня. Глаза Тэхёна расширились, и он подался вперёд так же пристально, как и он сам, рассматривая выражение лица напротив. «Да нет, ты не мог! Это точно железно, сто процентов!» «Тэхёну ведь дорог Чунгук, он не променяет его на деньги». «А дорог ли?» Чунгук внезапно засомневался, несмотря на недавнее признание. Тэхён, видимо, уловил тень сомнений на его лице, но принял это на свой счёт. «Ты сейчас серьёзно?» Тэй резко вывернулся, сбрасывая из себя его руки. «Это всё, что ты услышал? И ты серьёзно решил, что я...» Чунгук замотал головой, не в силах внятно и быстро сформулировать ответ, но Тэхён даже слушать не стал. «Пошёл ты нахрен, Чунгук!» «Не решил!» Наконец выпалил Чунгук и тут же продолжил, стараясь говорить спокойнее, хотя голос вибрировал от того дикого коктейля эмоций, что сейчас бурлил в нём. «Не решил! Всё не так! Тэхён, я...» «Да неважно!» отмахнулся тот и устало прикрыл глаза, будто разом утратил запал. «Как бы то ни было, твой отец был прав, мы не пара. Я знал это раньше, но сегодня убедился окончательно». Тэхён помолчал, а потом прямо посмотрел ему в глаза и сказал что-то ужасное. «Я хочу расстаться с тобой, Чунгук». Чунгук дёрнулся, расширившимися глазами, глядя на Тэхёна. «Может быть, это шутка? Недоразумение?» «Но нет!» Ким Тэхён был серьёзен. Собрав остатки сил, он с трудом сглотнул и спросил самое, на его взгляд, важное. «Почему?» «Почему именно сейчас? Чего такого произошло сегодня, что подобная мысль вообще пришла тебе в голову?» Он хотел понять, хотел разобраться и не хотел верить, что это конец. Гук снова шагнул вперёд, нависая над Тэхёном и хватая его за плечи, словно боялся, что сейчас тот просто растворится в воздухе, так и не ответив на его вопросы. «Да всё!» Беспомощно выпалил Тэ, но в виде непонимания Чунгука попытался донести до него. «Ты создан для такой жизни, Чёна, я нет! Я не буду с тобой рядом на вечеринках с друзьями, на приёмах с партнёрами, ещё где-то! Я могу существовать с тобой только в своём доме, там, где нет никого, кто назовёт меня твоей подстилкой, кто предложит тебе запилить райничок или просто не потащит рахаться, нисколько не переживая, что твой парень сидит рядом». Он говорил всё громче и громче и под конец уже кричал прямо в лицо Чунгоку. «Но ты сам сказал, что веришь, что ничего не было!» вспылил Чунгок. Он совершенно запутался в умозаключениях Тэ и понятия не имел, что ему говорить, как убедить этого упрямца остаться с ним. «Сегодня верю». «Но таких, Юн Ли, знаешь, сколько будет в твоей жизни? Я не хочу каждый раз гадать, не трахаешься ли ты там с кем-нибудь и ждать, когда же ты вернёшься домой. Чунгок уже открыл рот, но Тэ снова заговорил. «Я думал, я надеялся, что смогу стать частью твоей жизни, но сегодня окончательно понял, что нет, Чунгок, я не смогу». «Чёрт!» сильно выругался, Чунгок и всплеснул руками. «Ну как мне донести до тебя, что ничего из того, что ты здесь перечисляешь, не будет? Ну, хочешь, я вообще никогда больше не пойду в клуб и капли алкоголя в рот не возьму. Я действительно просто не понял, что хочет от меня Юн Ли. Затупил, признаю. Ну, я же отказал ему, откажу и всем остальным». Он отчаянно торопился, говорил, едва ли не глотая слова, и всё отчётливо видел по лицу Тэ, что у него не выходит. «Тэхён!» «Чунгок, хватит!» оборвал тот его и покачал головой. «Я тебе уже всё сказал, перестань по-детски рассчитывать, что можно всегда получить то, что желаешь», припечатал Тэхён и отвернулся, не глядя на него. Утихшая была злость, вспыхнула с новой силой. «По-детски? Получать всё, что пожелает? Так он считает?» «Да, поначалу он действительно просто хотел заполучить себе необычного любовника. Но почти сразу тот очаровал его настолько, что Чунгок влюбился, влюбился! Впервые в жизни! Он делал всё, чтобы только угодить Тэ. Нашёл работу, взялся за ум, никуда не ходил, не поднимал тревожище его тему, молча принимал всё, что давал ему Тэхён, не требуя большего. А он... «Неужели?» выдохнул он и отступил на шаг, сжимая руки в кулаки. Отчаянно хотелось двинуть этому дураку, который так больно бьёт своими словами, но он знал, что никогда не простит себе подобного. «А ты сам что же?» «Что?» – непонимающий хлопнул глазами Тэхён. «Ты сам не ведёшь себя по-детски?» По-настоящему разозлился Чунгук и поспешил вывалить на того свои мысли. «Отношения – это доверие! Ты сам говорил!» «Но я до сих пор не знаю, что с тобой случилось!» «Не знаю, где твои родители!» «Ты никогда ничего не рассказываешь!» «Всё держишь в себе!» «В конце концов, ты даже про визит моего отца не собирался говорить!» Чунгук скрипнул зубами, видя, как Тэ замкнулся после его слов. «Так и не собирайся отвечать!» «Ладно, тогда другое!» «Что отец тебе наплёл, ну?» «Что мы не пара и у нас нет ничего общего!» Тэхён снова отвернувшись, бездумно смотрел куда-то в сторону. «Вот как? Ну, зашибись!» «И ты тут же поспешил отказаться от меня!» И подрогнувшему лицу понял, что попал в точку. «Всё так и есть!» «Ты решил отказаться от нас?» «Ты трус, Ким Тэхён!» «Не смей так говорить!» «А как?» «Как ещё я должен был?» «Какие выводы, по-твоему, из этого можно сделать?» «Ты дождался первого же удобного повода и свалил!» «Ты приревновал!» «Но я не изменял тебе!» «Да, поступил глупо, потому что выпил, а ты представил себе моё будущее на десять лет вперёд и решил, что тебе там места нет!» «И это было самое обидное, что Тэхён решил всё за него!» «Ты обещал не напиваться!» «Зло перебил его Тэхён!» «И не тащить друзей!» «И что?» «Нарушил оба обещания!» «Неправда!» «Но ты только презрительно поджал губы, и Чунгук пошёл в наступление!» «Я не настолько пьян, чтобы не понять, что ты отклоняешься от темы!» Кулаки сжались так, что стало больно. «Да неужто?» «Прошипел Тэхён, и снова зло оскалился!» «Именно так!» Чунгук знал, что после пожалеет об этих словах, но удержаться не мог. Злость подстёгивала сказать то, что он думал на самом деле. «Твоя ревность возникает из неуверенности в себе!» «Вокруг всегда будет куча народу, для которого я лакомый кусочек, кому нужно только то, что я могу дать!» «Каждый раз будешь так сбегать?» «Нет!» ответил Тэхён, и твёрдо встретил его взгляд. «Нет!» Чунгук растерялся и даже отступил на полшага назад. «Больше я такого не допущу!» «У нас ничего не получится!» Он прикрыл глаза и покачал головой. Лицо его парня, его бывшего парня, исказило страдальческой гримасе. Он словно в один момент обессилел. «Ты прости, давай, давай, просто прекратим всё это. Я не хочу так!» «Да Хён, нет!» крикнул он, не обращая внимания на взгляды прохожих и потянулся к нему. «Ты не можешь!» Но Тэ отступил и покачал головой, крепко сжав губы. И тогда Чунгук решился. «Я люблю тебя, Тэхён! Пожалуйста!» Лицо Тэ побледнело, он закрыл глаза, словно справляясь с собой, но тут же вновь спокойно и немного печально посмотрел на него. «Нет, я не могу! Не могу так поступить с тобой! Даже если не брать во внимание твой образ жизни и окружающих, ты знаешь моё отношение к семье!» и Чунгук осознал, что Тэ всё для себя решил. Казалось, мир разом выцел, теряя краски. Он, остановившимся взглядом, смотрел, как движутся губы Тэхёна, и не мог поверить, что всё закончится вот так. Звук доносился до него, словно с запозданием. Жестокие, но правдивые слова, словно камни, падали на грудь, мешая нормально дышать. «Я не прощу себе, если из-за меня ты разругаешься с родителями». «Но ведь мама обещала нас поддержать, отцу придётся смириться». «Да ничего не получится, пойми уже!» резко перебил его Тэхёна. «Мы слишком разные!» Чунгук стоял и не мог протолкнуть воздух в лёгкие. Как выброшенная на берег рыба открывала и закрывала рот, не в силах что-то сказать. Тэхёна стояла в шаге от него и в то же время будто на другой стороне широкого ущелья не дотянуться. «Я пришлю тебе твои вещи», тихо проговорил он и ушёл, не оглядываясь. Чунгук не знал, сколько он стоял так, пока какая-то большая компания не прошла мимо и кто-то не толкнул его плечом. Тогда он пошатнулся и отмер. Медленно, будто преодолевая сопротивление воздуха, он подошёл к стене ближайшего же здания и от души саданул несколько раз по облицовке. Боль словно немного отрезвила, вернула в реальность. Он прислонился к стене и исполз прямо на тротуар. Что ему теперь делать без Тэ? Казалось, он в раз лишился половины чувств. В груди, прямо за рёбрами, где всё сжималось и корчилось, едва Тэ произнёс свои беспощадные слова, сейчас поселилась глухая тянущая боль. Глаза жгло. Вскинув голову к подсвеченному разноцветными огнями небу, он старался не плакать. Несмотря на странное бессилие, внутри росла и ширилась бездна ненависти к себе, к Тэхёну, который сбежал при первых же трудностях, к отцу, который снова вмешался в его жизнь и всё испортил. Отец, точно, нужно выяснить, что этот хрен сказал Тэхёну. Он этого так не оставит. В голове прояснилось. Теперь он знал, что нужно делать. Поднявшись на ноги, Ченгук направился обратно к клубу. Злость и ненависть трансформировались в холодное бешенство, которое теперь подгоняло его. Но он не будет торопиться. Нет. Он всё сделает правильно. Он разберётся и всё выскажет этому мудаку. Своему отцу, который только и знает, как портить ему и матери жизнь. Он пожалеет, что вмешался. Вот такая вот на сегодня, друзья, у нас получилась глава. Как больно, вот реально, как ножом по сердцу, когда Тэхёну говорит, что они расстались. Ведь оба страдают, но невозможно же. Они же там сейчас оба изнутри вымирают. но хэппи-энд всё равно будет. Просто стоит немножко подождать. Продолжение следует. Друзья мои, обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте лайк, если вам нравятся мои озвучки, а также обратите внимание на ссылки, которые расположены в инфобоксе под видео. Там есть ссылка на мой второй канал с озвучками. Также есть ссылка на мою страницу на ресурсе Бусти, где больше 30 фанфиков в моей озвучке, которых никогда не будет на Ютубе. Также есть ссылка на мой Инстаграм и есть ссылка на наш Телеграм-чатик, где мы с вами, дорогие друзья, общаемся 24 на 7. Обсуждаем все последние события как у Бантан, так и у нас с вами, как и в мире. А вот сегодня, именно сегодня я хочу пожелать каждому из нас с вами просто мирного неба над головой, как бы это банально ни звучало. На самом деле события, которые разворачиваются у нас и у нашей близкой страны, они просто повергают в шок. Мне страшно подумать, во что это может вылиться. Мне страшно представить, что происходит сейчас там у наших братьев, потому что понимаете, в чем самая большая беда в том, что ни мы, ни как обычные люди, ни люди другой страны, ведь мы совершенно ни в чем не виноваты. Это все политиков, которые страдают обычные мирные люди. И от этого становится очень больно и страшно, но проигнорировать эту тему я тоже не могу, потому что это будет неправильно. Друзья, давайте включим голову. Я призываю всех включить голову, сохранять спокойствие. И я очень и очень надеюсь, что мы не допустим, не допустим того, что с нами хотят сделать. Ну, а с вами была Маруся, друзья, мы совсем скоро встретимся, и пока-пока. в следующем году. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...